И всем привет, ребят, с вами с вами, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня мы вместе с вами разберем новый челлендж, обсудим его, вчера у нас был уже анонс, сегодня у нас уже полноценно он стартовал, расскажу все, что думаю по этому поводу, также пройдусь по всем линейкам, ну и дам вам один совет, который, возможно, вы не знали, возможно, знали, связанный как раз таки с челленджем и с тем, что происходит в нашей игре в последнее время, да, то есть буквально вчера у нас стартовал еще один дополнительный буст, дополнительный вкусный бонус, которым можно очень эффективно и круто воспользоваться, но если вам нравится подобного рода видосы, то обязательно тоже поддерживайте их лайком, связанный, конечно же, с обзором наших челленджей, ну и если не подписан на канал, то тоже подписывайтесь по челленджу все, по сути, дефолтно выглядит изначально, на 11 уровне у нас чудо-рыба и неоновая линия, молния, вернее, не линия, две такие краски, дальше на 21 уровне у нас утяжеленные конструкции на арес и иммунитет от Эми на арес, по устройствам, в принципе, выглядит неплохо, иммунитет на арес это, ну, не самое, наверное, плохое, не самый плохой выбор и не самая плохая иммунка, при том, что арес является ходовым хорошим корпусом в матчмейтинге, в принципе, это выглядит очень и очень здраво и очень неплохо, дальше у нас на 31 уровне магнум с бронебойным сердечником, пробитием и минометом в обычной линейке, не скажу, что это супер жестко, но, в принципе, если вы любитель магнума, то бронебойный сердечник довольно-таки неплохое устройство, ну и дальше на, получается, 41 уровне у нас испепеляющее поле на рикошет, это рикошет с поджогом и тектоническое поле на рикошет, это рикошет с оглушением, по сути, это два устройства из золотой цепочки, из контейнеров, которые могут выпадать, наверное, даже сейчас только в ультраконтакт, потому что что одного, что второго устройства сейчас у нас в обычных контейнерах нету, но в ультра, а, даже в ультра это устройство находится в красном свечении тектоническое поле, даже так, даже в красном оно находится. Получается, у вас есть возможность забрать это устройство, которое находится в красном свечении, ну и на последнем уровне у нас Viking XT. В целом, я могу сказать, что это не самый плохой челлендж, да, как бы кто бы там ни говорил и как бы кто там не возмущался, у меня лично даже на моем основном аккаунте, этих устройств нету на рикошет, соответственно, я могу себе плюсануть два устройства на рик, ну и в целом, наверное, на основе я больше ничего дополнительно не получу. Что касаемо бездоната, то сверху можно здесь получить еще устройство на ареса, я вот только не помню, есть у меня это устройство на бездонате, если оно вдруг есть, то тогда я уже задумаюсь о том, стоит ли приобретать этот челлендж или нет, но если вдруг у меня нету, да, нету, ну, есть шансик, что я его приобрету. Если есть, то точно, скорее я склонюсь к тому, что я покупать не буду, потому что мне устройство на рикошет на бездоната не нужно, а количество танкойнов у меня уже не такое большое на бездонате, плюс, плюс, плюс. В связи с тем, что у нас нестабильно работает игра, уменьшили шансы на выполнение челленджа, да, это стало более сложной задачей, а, соответственно, если это становится более сложной задачей, то есть большая вероятность того, что вы можете не дойти до конца и не выполнить его. Поэтому мой вам совет, если вы выполняете челлендж и раньше покупали всегда боевой пропуск сразу, потому что были уверены в том, что вы дойдете до конца, то сейчас мой вам совет проходить челлендж до конца без покупочки как раз-таки боевого пропуска. Если вы боитесь вдруг выбить какие-то устройства из контейнеров, которые есть в челлендже, то просто не открывайте контейнеры, как только проходите челлендж, тогда можете спокойно уже приобретать боевой пропуск, если считаете нужным. Но! В игре у нас вчера появился киберспортивный танкофонд, и пока я еще по нему видеоролик никакой не записывал, но уже могу с точностью сказать вам один факт, это то, что если у вас на аккаунте сейчас имеется около тысячи танкоинов, и у вас стоит выбор покупки челленджа, либо как раз-таки спецухи с танкофондом, то я со стопроцентной уверенностью вам могу сказать, что купить вот эту спецуху намного-намного выгоднее, чем купить челлендж. При любом раскладе, как бы вы на что-либо не смотрели, как бы вы не сравнивали призы, при любых раскладах приобрести спецуху за 990 танкоинов будет выгоднее, чем приобретать челлендж с боевым пропуском. Это если у вас, например, сейчас на аккаунте тысячи танкоинов и стоит выбор, то есть я вам категорически советую, вот прям конкретно советую, приобрести именно эту замечательную спецушку и начать получать призы с киберспортивного танкофонда. Ну, конечно, вы их получите только после окончания киберспортивного танкофонда, но в целом призы очень вкусные, и о них я уже поговорю в сегодняшнем втором видеоролике. Сегодня у нас будет два видоса, поэтому ожидайте второй выход видеоролика, ну и можете как бы тоже тушануть сюда лайкозавры, чтобы этот видос побыстрее вышел. Ну а так, в целом по челленджу, я, ну не сказать, что я прям супер недоволен, да, и не сказать, что я прям дико хейчу, но из устройства интересное, вот для меня лично то, что у меня просто нету этих двух устройств, да, то есть в последнее время крайне редко такое бывает, чтобы у меня не было каких-то устройств, и я их мог получить из челленджа, поэтому с точки зрения того, что я их могу получить, для моего основного аккаунта это неплохо. А так, по устройствам и по их актуальности, по сути, ни одно из этих устройств не является имбой, не является супер жестким, и не является метовыми для использования их в матчмейкинге. Ну, за исключением, наверное, Магнума с пробитием, его можно использовать, его можно реализовывать, но Магнум на сегодняшний день тоже не является супер жесткой пушкой, да, я бы сказал так, да. Орес, иммунитет хорош, Магнум, такое себе, ну и Рикошет, это просто то, чего у многих нету, а с точки зрения нагиба, наверное, это, ну, не самые сильные, не самые жесткие устройства, которые могут нагибать. Вот примерно такое мнение у меня по поводу этого челленджа, дальше уже целиком и полностью делаете выбор сами, напишите также в комментариях, что вы думаете в целом по этому челленджу, мне бы хотелось бы узнать тоже вашу точку зрения, также не забывайте, конечно же, подписываться на канал, если вы еще не подписаны, нажимать на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики, ну и, конечно же, поддерживать данный видос лайком, и не забывать про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кемо личный тег, это тег темп, и устанавливайте его, поддерживайте меня, и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, и на 20 тысяч такой, вся информация по розыгрышу есть в описании, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!